Трехсотлетие Российской Академии Наук отметили во Владивостоке. В Краевой филармонии губернатор Приморского края Олег Кожемяка поздравил работников и ветеранов Дальневосточного отделения с юбилеем. Это день для нас особый. Именно в этот день, 300 лет назад, император Российской империи Петр I подписал указ о создании Российской Академии Наук. Безусловно, это было событие не только национального, но и поистине мирового масштаба. По замыслу Петра I Академия Наук не должна походить на западное. Она должна была объединить, во-первых, университет, во-вторых, гимназию, а в-третьих, собственную академию, то есть собрание ученых и искусственных людей. За эти годы Российская Академия уверенно держит лидерство в мире. Разработки ДВО РАН лягут в основу новых направлений. Ее фундаментальные и прикладные научные исследования стали основой для развития кибернетики, ракетостроения, биомедицины. Именно они позволили советской науке в годы тяжелейших испытаний создать надежный щит нашей Родины, который и по сей день является гарантом безопасности нашего государства. В Приморском крае находится порядка 43 работников науки всего региона, которые создают новейшие технологии разработки. Работа с ДВО РАН будет сосредоточена в сфере климата, сельского хозяйства и экологии. Мы со своей стороны готовы работать и сотрудничать с Дальневосточной Академией наук и с Юрием Николаевичем. Мы прорабатываем сейчас вопросы, связанные и с созданием климатической лаборатории, которая нужна для того, чтобы определять хотя бы в каком-то периоде те изменения климатические, которые проходят здесь на Азиатском, Тихианском побережье. Это вопросы, связанные и с качеством наших земель, с партизацией, с цифровизацией тех сельхоземель, которые сегодня есть в Приморском крае. Это, в общем-то, довольно серьезная задача. Работники и ветераны организации удостоились почетных грамот и благодарности губернатора, знаков отличий и медалей за большой вклад в развитие науки. Напомним, ранее правительство Приморья и ДВО РАН договорились применять научные достижения для повышения развития научной и научно-технической деятельности, укрепления позиций региона в национальном рейтинге. Диана Иванова, Новости на Восьмом.